здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша тема посвящена болезням крови она так и называется что нужно знать о болезнях крови у нас гостях главный нештатный гематолог министерства хранения ульяновской области заведующая гематологическим отделением ульяновской областной клинической больницы есефьева наталья борисовна здравствуйте здравствуйте наталья борисовна ему первый вопрос он звучит так какова динамика заболеваемости именно в области болезни крови и насколько вообще эти заболевания распространены и в ульяновской области в России в целом? Первое, что хотелось бы сразу здесь сказать, что заболевание крови надо разделить сразу на две большие группы. Это онкологические болезни или гемобластозы, и неонкологическая группа заболеваний, это все виды анемии, все когулпатии, тромбоцитопении, тромбоцитопатии и различные другие более редкие виды, но неонкологического направления. Поэтому, если говорить о такой обширной группе, как анемии, конечно, их распространенность очень большая, как у нас в области, как у нас в Российской Федерации, так и в целом в мире. Например, что касается железодефицитной анемии, это самая распространенная анемия, то ее встречаемость в мире, распространенность порядка двух миллиардов человек. Это очень много. Это да. Ну, конечно, широко они распространены в странах так называемого третьего мира, где условия жизни, условия питания хуже, чем в более развитых странах, но тем не менее они также встречаются и в социально развитых странах, и у нас. А если мы будем говорить об онкологических заболеваниях, то в разделе всей онкологии заболевания крови занимают далеко не ведущее место. Это редкая патология. От всех онкологических заболеваний они будут занимать не больше 4%. Да. И если говорить уже о группе онкогематологических заболеваний, то наиболее распространены здесь лимфопролиферативные заболевания, это лимфомы и хронический лимфоликоз. Они будут, естественно, на лидирующем первом месте. За ними будет следовать также относящиеся к лимфопролиферации множественной меломы и уже дальше, ну, понисходящие различные другие ликозы. У нас за последние три года особого роста нет заболеваемости, примерно выявления на одном и том же уровне. Ну, то есть стабильность стабильно, да. Бывает при анализе боли длительного периода можно сказать, что бывают просто определенные какие-то волны, когда тот или иной вид болезни фиксируется чаще, на следующий год может быть меньше. Ну, вот поэтому сказать, что есть какая-то тенденция к устойчивому росту, я не могу. Ну, то есть вот динамика заболеваемости, наверное, она напрямую будет зависеть о том, о чем сейчас дальше будем говорить с вами, это причины возникновения этих заболеваний крови. Каковы эти причины? Ну, опять же, причины... Ну, сначала пусть это первая группа, а потом вторая группа. Ну, да, опять же, причины это то, какой образ жизни вы ведете. То есть как при любом другом заболевании? Да, конечно, конечно. То есть есть у вас вредные привычки или их нет. Что касается, например, группы анемии, это, конечно, больше насколько рационально и правильно вы питаетесь. Достаточно ли вы потребляете нужных микроэлементов, витаминов. А что касается онкологии, здесь онкогематологических болезней, я думаю, что это как для любой группы онкологических болезней, да. Здесь факторы, это ионизирующее излучение, то есть вся наша внешняя, окружающая нас среда, да. Это и химические какие-то воздействия, вредные производства, даже, ну, длительное переохлаждение или длительные перегревы. То есть это работа, возможно, во вредных цехах или во вредных просто климатических условиях. Устойчивые, частые стрессовые ситуации как фактор риска. Ну, тогда вот вытекает прямо из этого вот первого вопроса, да, о причинах, я имею ввиду, да, заболеваний крови. Тогда что должно человека все-таки вот спровоцировать на то, чтобы пойти и обратиться, ну, к нам, к врачам, да, то есть вот за какой-то помощью и все-таки вот что это, вот может быть уровень жизни там или образ жизни или это какой-то наследственный фактор. Вот что-то должно все-таки человек сподвигнуть к тому, чтобы пойти к врачу и сказать, я хочу обследоваться именно вот на гематологическое заболевание какое-то. Во-первых, нет никакого специфического обследования, чтобы заранее выявить именно онкогематологическое заболевание. Что касается вообще здорового образа жизни, то каждый уважающий себя человек и относящийся грамотно к своему здоровью должен соблюдать все сроки медицинских осмотров, диспансеризации и ежегодно сдавать общий анализ крови. Хотя бы один раз в год каждый человек должен сдать общий анализ крови. Это уже является, так скажем, первичной профилактикой болезней крови, любых, и онкологических, и не онкологических. То есть любое отклонение в анализе крови вашего терапевта или там специалиста, который вас направил на это анализ, или даже если вы пошли по желанию, вы потом можете обратиться к терапевту за первичной консультацией, уже может насторожить на ту или иную патологию крови. Ну, то есть ни в коем случае не нужно трактовать самим этот анализ, да? Конечно, нет. Есть специалист, который все посмотрит, потому что там есть и сдвиг лейкоформула, и так далее, и на определенной клетке там присутствуют, которые тоже врача насторожат и сподвигают к тому, чтобы направить дальше, как говорится, по маршрутизации пациента. Это все так и есть. То есть, опять же, вот врачи первичного звена, то есть терапевты, это вот одно из самых таких важных звеньев, куда вот пациент именно обращается. Да, конечно, однозначно, потому что первый врач, с кем пациент встречается всегда, это терапевт, и здесь, ну, как бы, да, все зависит от того, насколько он... А вот если взять вот онкогематологию, которая к вам ближе, да, я знаю, что по вашей специализации это ближе вам эта тема, вот скажите, а все-таки вот человеку стоит вот какой-то вот наследственность, может быть, да, вот в семье у кого-то что-то было, да, или, например, там, как вы сказали, ну, образ жизни, да, то есть он подвигался к каким-то вредным факторам, вот вы сказали, ионизация, там, радиация и так далее, и так далее, да. Вот все-таки в каком случае вот здесь надо человеку пойти к врачу? Опять же, нет никаких конкретных рекомендаций, хотя эти болезни, именно онкологические, они не являются впрямую наследственными или там передающимся по наследству. То есть это не прослеживается? Нет, вопрос этот часто всегда звучит от пациентов, хотя встречается даже заболевание крови, например, в одной семье у нас есть такие случаи, когда болели мама и сын, когда болели две сестры и два брата, но скорее это просто предрасположенность онкологии в целом, да, ведь когда мы собираем онкологический анамнез, да, мы всегда интересуемся, есть ли в вашей семье уже пациенты с любыми вообще видами опухолей, то есть это просто нам подсказывает, что, возможно, есть какая-то предрасположенность выше, чем в другой семье или в другой группе людей, в другой популяции, с риском развития опухоли, любой, не важно, кровь это будет или какой-то другой орган, но прямой наследственности нет. То есть если человек, ну не дай бог, заболел, да, серьезным заболеванием крови, то его потомки не получат его мутировавший ген какой-то, потому что, как правило, сейчас диагностика очень продвинулась далеко, да, существует множество исследований по выявлению различных спонтанных мутаций, поломок на генетическом уровне при том или ином виде ликоза, вот, но тем не менее эти мутации, они спонтанные, возникшие у данного конкретного человека и по наследству не передаются. Ну здесь, наверное, тоже вот как у любого другого заболевания, чем раньше все-таки обнаружишь, есть такая тенденция, тем лучше прогноз и лучше потом динамика? К заболеваниям крови онкологическим это не совсем применимо, ведь иногда ликоз, особенно острый, например, если мы говорим, он не имеет стадий. И внезапно тоже. Да, и развивается он всегда внезапно, его невозможно предсказать, можно сдавать каждый день анализы, он будет хорошим на протяжении всей жизни, а в один прекрасный момент он изменится. То есть предсказать возникновение такого серьезного и грозного заболевания невозможно заранее. То есть даже больше подавешь в какой-то степени психологическое здоровье и это может привести к другим каким-то болячкам ненужным, да, совершенно. А вот если взять, ну вот первую группу заболеваний, которые вы сказали, не онкогематология, и опять же вторую группу заболеваний, вот питание. И там и там все-таки есть какие-то своеобразные такие вот рекомендации, наверное, да. Давайте сначала по первой группе. Ну вот взять, например, там те же анемии, там, да. Анемии. Да, вот при них все-таки, вот, ну все практически знают, какие нужны продукты, да. Но все-таки давайте еще раз вот скажем. Значит, тогда-то проговорим железодефицитную анемию. Давайте, да, давайте с них начнем. И что рациональнее всего употреблять в пищу? При уже скрытом дефиците железа, например, если вы издали анализ крови и у вас понижен уровень сыворочного железа и ферритина, но еще нет анемии, то есть гемоглобин еще не понизился, это скрытый дефицит железа. Рано или поздно он приведет уже к заболеванию, к анемии. И даже, то можно еще скорректировать это питание. Это продукты животного происхождения, это красные сорта мяса. В общем-то, любые виды мяса, то есть и птица в том числе, ну, преимущественно красные сорта. Это яйца, сыр, вообще любые животные продукты. Потому что железо усваивается организмом из продуктов животного происхождения гораздо лучше, чем из растительного. И если вы откроете, там сейчас в интернете все это доступно, и любые таблицы по содержанию железа в продуктах, конечно, можно увидеть и в растительных продуктах высокое содержание железа. И в персиках, абрикосах, гречке, в бобовых, в грибах даже. Но усваиваемость из растительных продуктов железа всего 5-10%. А животного от 25 до 50%, то есть вот содержание железа, которое вы съели в порции, оно усвоится. То есть считается, что продукты животного происхождения необходимы. Поэтому железодефицитная анемия встречается часто в группе вегетарианцев. Что касается витамина В12 и его дефицита, там фолиевый кислотный дефицит, то это печень и различные зеленые продукты. Поэтому вот это основные рекомендации. Для онкогематологических заболеваний какой-то специальной диеты не существует на этапе профилактики. Нет. Для таких пациентов важна диета только в период уже серьезного лечения, проведения химиотерапии. И там есть свои ограничения, особенно когда, ну, значительно изменяется анализ крови в сторону уменьшения количества лейкоцитов. Это пациенты знают, лечащие врачи с ними это все обсуждают индивидуально. Поэтому, думаю, что в широкой публике это... Ну, опять же, мы сейчас говорим такие общие принципы, да, вот даже питание. Ну, конечно, врач индивидуально будет тоже подбирать это в сценарных условиях или в амбулаторных условиях, зависит, конечно, от степени тяжести, от самого течения заболевания. Будет подобрано все равно индивидуально все, да, каждому пациенту индивидуально. И, в принципе, конечно, я так понял, что это тоже все-таки вносит свой вклад, да, и вообще в прогноз, в динамику заболевания. Конечно, да. Если у человека уже развилась анемия железодефицитная, то одним питанием, одной диетой вылечить анемию нельзя. Это нужно четко усвоить всем. И здесь уже питание будет иметь второстепенную роль. Оно важно в дальнейшем, когда вы вылечите анемию, чтобы не было рецидивов, питание должно быть правильным. Но в момент уже постановки диагноза анемии пациент должен лечиться препаратами железа. А вот часто встречаемые тоже заболевания, я думаю, тоже пациенты, ну, часто такие встречаются. Это вот связанные заболевания с нарушением свертываемости крови, какой-то свертывающей системы. То есть, ну, я говорю, вот, портробоцитопеническая, например, там, скулит и так далее, так далее. Вот при этих заболеваниях есть какая-то тоже специфика в лечении, в питании? В питании, да, есть. Во-первых, этим людям нельзя алкоголь, нельзя консервированные продукты и все, что содержит уксус. То есть, вот это основное. И плюс у них должны быть еще ограничения по приему лекарственных препаратов. Они четко должны знать, что им нельзя, например, нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики вызовы в избыточном количестве, антикоагулянты под строгим там контролем и, возможно, иногда даже совсем исключают их врачей из их жизни. Поэтому, да, здесь тоже все проговаривается всегда с пациентом, когда ему устанавливается тот или иной диагноз. А вот по онкогематологии, да, опять возвращаясь к этой теме, к вашей, которой вы занимаетесь непосредственно, там все-таки вот есть какие-то современные, может, методики и обследования, и лечения. Сейчас, может быть, какие-то системные подходы новые появляются, что вообще как бы улучшает, да, и опять же, и прогноз, и само лечение, эффективность лечения. На самом деле, вот и в Ульяновской области непосредственно, вот у нас что-то применяется такое, может быть, современное, действительно, что мы можем даже чем-то вот погордиться, и чтобы другие регионы там сказали, вот в Ульяновске молодцы, как всегда. Ну, мы стараемся, мы стараемся тоже, конечно, сейчас внедрять и современные диагностические методы, и лечебные методик очень много. Конечно, еще не все нам широко доступно, потому что они все высокозатратные, финансово и технологически, не всегда есть оборудование в регионе такого уровня. Но обмен всегда идет, вот и опытом, и вот обменом помощи. Да, конечно, иногда из-за того, что количество таких пациентов не очень велико, и, возможно, даже и нецелесообразно иметь такие высокоточные методы диагностики в каждом регионе, мы направляем пациентов или их материал, биоматериал на диагностическое исследование в более крупные регионы, в федеральные центры для уточнения диагноза или уточнения прогноза, если диагноз известен, потому что иногда важно знать различные нюансы в болезни, чтобы понимать, какую ветку направления в лечении выбрать, сразу, например, более интенсивную, или можно отсрочить интенсивность лечения, или рассмотреть пациента на использование его кандидатом на трансплантацию костного мозга сейчас, или это можно отложить на год и так далее. То есть, да, конечно, такие методики. Об этом врачи знают, вопрос только в том, где их применить, как применить. То же самое и в лечении. То есть, сейчас очень продвигается, так скажем, фармацевтическая промышленность в блоке онкогематологии, много очень инновационных таргетных препаратов, они постепенно входят в нашу рутинную клиническую практику. И там определенные схемы, да? Конечно, да. То есть, из клинических исследований, которые ведутся по всему миру и в Российской Федерации, в том числе, они постепенно доходят и до обывателя. И у нас есть такие препараты тоже, и пациенты, которые их получают, и с прекрасными результатами. Если, например, мы поговорим о хроническом милоидном ликозе, то это злокачественное новое образование кроветворной ткани. И еще буквально 15-20 лет назад эта болезнь считалась однозначно смертельной для пациента. Средняя продолжительность жизни была 5 лет, максимум 7 лет. То есть, сейчас мы не можем пока еще сказать о полном излечении болезни, но весь мир стремится уже при этом заболевании достичь той точки, когда мы сможем сказать, что да, это болезнь излечима. Но, по крайней мере, мы достигаем такой устойчивой ремиссии, как мы называем ее, да, это состояние здоровья. Что, в общем-то, вот мы за пациентами наблюдаем за некоторыми уже по 15 лет, и рецидивов никаких, и прогрессии заболеваний нет. А в мире есть, ну, и более длительные наблюдения, даже у нас в стране. Ну, вот у нас препарат доступен, например, первой линии терапии этой болезни уже, ну, да, около 15 лет. Вот мы наблюдаем. Естественно, за ними появляются препараты второй линии, потому что, конечно, сохраняется процент небольшой пациентов, которые рецидивируют, например, на первой линии терапии. Мы их переводим на вторую группу препаратов. Вот, и тоже достигаем хороших результатов, и все пациенты живы, можно так сказать, условно здоровы. Они трудоспособны, они сохраняют качество жизни, что сейчас это очень важно и актуально, да, то есть человек полноценен в обществе, в своей семье, на работе. Это очень важно. Это вот как один из примеров того, что сейчас происходит с онкогематологией. Ну, вот сейчас тоже на всех уровнях говорится о том, что необходима доступность и качество медицинской помощи. Мы в ряде программ тоже эту тему всегда касались. И, в принципе, у нас, на самом деле, в этом плане, ну, скажем так, что дела обстоят хорошо. Но вот в плане гематолога и онкогематолога, насколько просто попасть к этим специалистам, и, может быть, ну, такой маленький такой ликбез проведем, хотя я знаю, что все, конечно, специалисты знают, на местах первичное звено, но все-таки какой-то диагностический минимум все-таки должен быть, да, и всегда и вы на этом узкие специалисты настаиваете, да, чтобы просто пациент приходил не просто так вот, да, чтобы что-то надо было опять там дообследовать по месту жительства и так далее, так далее, чтобы не было лишних гонений пациента. Поэтому давайте эту тему тоже сейчас обговорим с вами. Ну, определенные сложности попасть к гематологу, вероятно, существуют. Ну, потому что, да, пациенты обращаются иногда, когда даже те, кто приходят на прием, говорят, что долго не могли записаться. Гематологи у нас в регионе принимают только в областной консультативной поликлинике. Соответственно, запись ведется электронно из поликлиник с мест жительства. Пациент сам записаться не может, он должен записаться через терапевта. Ну, именно потому что нужен диагностический минимум, правильно? Да, получить лист консультанта с определенным перечнем обследований. Конечно, это общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, скрининг на ВИЧ, маркер гепатита в ВИЦ и хотя бы минимальный какой-то инструментальный скрининг. То есть это гастроскопия, это ультразвуковые исследования органов брюшной полости, это гинеколог для женщин и уролог для мужчин. Ну и фюрография, естественно, конечно. Фюрография однозначно, да. Все остальное, в принципе, это только по уже жалобам пациента. То есть если пациент на что-то жалуется, терапевт уже может назначить какое-то дополнительное исследование, а не ждать консультации гематолога. Либо уже пациент получит рекомендации по дообследованию от гематолога. Ну и, конечно, хотелось бы тоже, что если в общем анализе крови терапевт видит уже какие-то изменения, ну хотя бы примерно в какую область ему направить свои мысли, то если это просто анемия без каких-либо других изменений в анализе крови, то желательно, чтобы прежде чем назначать пациенту какую-либо терапию, у него был взят биохимический анализ на обмен железа, на витамин В12 и фолиевую кислоту. А потом уже можно направлять на консультацию гематологу для уточнения. Ну и потом вот я тоже твердо уверен, что в принципе врачи первичного звена, терапевты, вот многие заболевания из первой группы, которые мы сейчас перечисляли с вами, в принципе могут сами амбулаторно лечить вполне. Конечно. Да, есть стандарты лечения, есть стандарты обследования, клинические рекомендации, и поэтому это все доступно, но вот по второй группе, конечно, онкогематологии, здесь немножко другой вопрос, здесь, конечно, уже решается. Да, это вопрос более серьезный, и здесь, конечно, любые отклонения в уровне лейкоцитов, тромбоцитов, любые изменения в лейкоцитарной формуле, увеличение лимфоузлов пациента, увеличение размеров селезенки в брюшной полости по ультразвуковому исследованию, конечно, должны насторожить терапевты или там врача первичного звена, в том числе проконсультировать этого пациента-гематолога. Ну и потом это всегда можно, я всегда говорю, что можно всегда решить в индивидуальном порядке, то есть если какие-то есть сложности там по записи, еще что-то, ну пожалуйста. Мы всегда, да. Да, всегда на местах, рядом, даже вот в поликлинике, вот я всегда говорю тоже, у меня двери кабинета всегда открыты, пожалуйста, зайдите, там есть какие-то проблемы. Если действительно есть актуальность обращения к узкосоциалисту, онкогематологу или просто гематологу, то это просто будет зеленый свет, однозначно, для любого пациента, и никогда узкосоциалист не откажет. Да, согласна, что и так всегда и бывает, ведь и районы, области, и городские поликлиники даже пользуются обычным городским телефоном, звонят, консультируют. Если действительно есть необходимость срочной консультации, всегда этот вопрос решаем. Ну и в заключении нашей программы, может быть, какие-то вот такие советы вы дадите нашим телезрителям, может быть, такие позитивные, хорошие? Я могу пожелать только всем быть здоровыми и внимательно относиться и бережно к себе и к своим окружающим. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Берегите себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.